Дорогие друзья, вы можете получить ранний доступ ко всем озвученным работам, в том числе без цензуры на моих каналах Telegram и на Boosty. Все ссылки находятся под видео. Достаточно только подписаться. Тем самым вы поддержите меня в развитии каналов, а я буду стараться радовать вас новыми интересными работами. И пожалуйста, найдите пару минут, чтобы зайти по ссылке, к автору и поблагодарить хотя бы лайком или парой добрых слов. Не забудьте поставить под видео пальчик вверх. Спасибо за внимание и в добрый путь по волнам истории. Субтитры создавал DimaTorzok Неразумная и Нездравая Рубик Скуб Часть пятая Судьба это или злой рок, но на студии, помимо прочих чудес-чудесных и сногсшибательных знакомств, Юнги снова сталкивается с Чимином. Он такой капец, какой рельефный, со слегка стеклянным взглядом рассказывает Юнги об этом вечером за чашкой успокаивающего ромашкового чая. Видел его без майки, поднимает бровь Сакджин. Да какая там майка была с ребрами наружу, да еще насквозь мокрая, что как будто ее и не было. Мне даже приглядываться не пришлось, а я вообще мимо проходил. Ты впечатлен? Я. Ты знаешь, я бы вот не хотел быть айдолом. Не смог бы так танцевать. Слишком сложно и не мое. К счастью, композиторы и рэперы не обязаны танцевать. Хотя дыхалка, конечно, все равно должна быть на уровне. Но тут я не отлыниваю и тренируюсь на сто процентов. Будь уверен. А в остальном, как тебе? Ух, офигенно! Вздыхает Юнги. Мне ведь много не надо, Хён! Вздыхает он, снимая глаза к потолку и складывая ладони в молитвенном жесте. Всего лишь маленькую такую коморочку в том же здании, и я буду там жить. Работать за еду, если надо. Только давай без этого. Хорошая работа должна хорошо оплачиваться. А за еду ты себя продать всегда успеешь. — Хион! — скулит Юнги и подползает к Сакджину, обхватывая его за колени и утыкаясь в них лбом. — Я хочу писать музыку, а не таскать коробки на складе, Хион. Но на такое образование мы будем десять лет копить. — Ну, при чем здесь образование? Разве ты уже не пишешь музыку? — Да, но без образования это как бы ни втру и не считается. — А у Рэпмона оно есть? Образование? — Ну, он инженер. — То есть музыкального нет. — К чему эти придирки, Хион? — Тому, что ты противоречишь сам себе. Скажи, тебе сейчас что-нибудь мешает писать? Может, не хватает каких-то знаний. Давай отправим тебя на курсы. — Ну, сдались они мне. Чему там можно научиться? — Повтори еще раз, что сказали ребята на студии. — Что подскажут с микшерами? — бормочет Юнги едва слышно. — Дымку нам Джону отправил? — Нет еще. — Вот иди отправляй. — А то Чимина в гости позову. Ну же Юнги. А потом случается заболевший нам Джон. В пятницу вечером он возвращается домой, какой-то совсем блеклый и изнеможденный. Сак Джин выглядывает ему навстречу, чтобы махнуть рукой в качестве приветствия. Задерживается взглядом внимательнее и говорит. — Поздно уже. Мы решили остаться. На кухне есть что поесть, а потом иди сразу спать. Выглядишь ужасно. Чувствую себя не лучше. Ворчит нам Джон, и его немного кренит на бок, когда он наклоняется, чтобы снять ботинки. Хион! Ты чего? Хион упирается в него подоспевшей куки, чтобы вернуть в нужное положение. — Зай! — тихо просит его Сак Джин. Иди включи за чайник и загрузи в микроволновку ту тарелку, что мы оставили. А я пока присмотрю за Нам Джун Хионом. — Да не надо! — пытается возражать Нам Джун. — Стоять! — перебивает его ухо Сак Джин, накрывает лоб ладонью, но пальцы холодные, и тогда он тянет Нам Джуна за воротник ниже, заменяя их губами. — Нам Джун Ши, а вы, между прочим, горите. — Это от смущения, — выдавливает Нам Джун. — Будете сопротивляться? Разболеетесь и заразите остальных. — Вам лучше уехать, — вздыхает Нам Джун. — А по-моему, нам лучше позвонить Юн Ги. Не вижу логики в этом предложении. — Чтобы он подстраховал Хо Ши, пока мы будем тебя лечить. — Ну ты чего, Джин? Зачем? — Просто так. Иди переодевайся. Где аптечка, я видел. Юн Ги приезжает, помятый и сонный. Его выдернули из постели, потому что пару последних ночей он работал. Днем учился на своих программических курсах. Нужно же иметь хоть какое-то образование. И отсыпался, если получалось, по вечерам. Куда ни плюнь, везде плотный график. И ведь не айдол от слова совсем. — Давайте, — протягивает он руки после того, как помыл, и забирает Хо Ши у Сакджина. — Ты со мной, — тыкает Чунгука. Показывает, где здесь можно доспать. И Чунгук с готовностью утаскивает его на буксире в гостевую, совмещенную сейчас с детской. И где они с Сакджином уже успели обжиться. — Ну что ему купить? Какие-нибудь нормальные наушники? — бормочет Намджун без аппетита, ковыряясь тарелки с Уджином. Или, может, микрофон? — Он не ради подарков приехал, угомонись, — отвечает Сакджин. — Горло болит? Насморк? — Только голова. — морщится Намджун. — Прости, это выглядит очень вкусно, но я не могу. — Тогда выпей хотя бы чай. Иначе после таблеток твой желудок тебе спасибо не скажет. — Ты слишком хорош, чтобы быть настоящим, — бормочет Намджун, повторяя Сакджину его же слова. — Не продолжай, Джуни. — Не самое подходящее время для задушевных бесед. — Тебе бы лучше поспать. Это Джуни уже так и к Сакджину приклеилась, что если отдирать, то с мясом и Намджуном вместе взятым. А Намджун как назло не возражает, давая надежду, что они не просто тут вынуждены на рабочих отношениях. Сакджин уже не уверен, кто они друг к другу, и спрашивать тоже пока не готов. Как и многие сильные и самодостаточные мужчины, под действием элементарной слабости Намджун оказывается беспомощнее ребенка. Морщит нос на разведенные в воде порошки, чихает на спреи с неодобрением, заторможенно переодевается в свежую мягкую пижаму и, закотанный силами Сакджина, в несколько одеял смотрит на него грустными глазами. Что означает его взгляд? Сакджин не может сказать точно. Уходи и не смотри на меня такого слабого. Или наоборот. Останься и жалей меня, потому что мне кажется, что смерть уже стоит на пороге. Скорее всего, это просто переутомление, Джуни, говорит Сакджин. Ты не умрешь. И, возможно, уже завтра будешь как новенький. Намджун медленно моргает и снова смотрит на Сакджина. Ты не можешь посидеть со мной, да? Я могу быть заразным. Но я уже здесь, пожимает плечами Сакджин, присаживаясь к нему на край кровати. К мальчишкам сегодня не пойду. Переночую в гостиной. А завтра будет ясно, простуда это или нет. А не справиться, не волнуйся. Это ужасно, вздыхает Намджун. Посмотри на меня. Я не могу позаботиться даже сама себе. Какой из меня отец? Отец как отец. Начинающий, но не безнадежный. Я тебя уверяю. Думаешь, у меня получилось с первого раза? Ну, слушай тогда. Без позорных историй в нашем деле никак. Как-то когда Юнги с Куки были еще совсем маленькие, я так заработался, а мне приходилось брать работу на дом, чтобы успевать присматривать за детьми. Так вот. Я вспомнила о том, что забыл накормить их обедом. Только после того, как Юнги уже порезал палец, пытаясь сделать им с Куки по кособокому бутерброду. От вида крови Куки разрыдался на весь дом, а напуганный Юнги пытался спрятаться от меня в ванной. Мне никогда и ни перед кем в жизни не было так стыдно, как в тот раз перед двумя маленькими мальчиками. Хотя было и другое, само собой. Нельзя быть идеальным, Джуни. Иногда мы даже не знаем, как это сделать. А иногда знаем, но у нас не получается. Ты стараешься, тебе не все равно. И это, я считаю, главное. Давай будем честными. Я бы не справился без тебя. Сакджин слышит в этих словах эхо их первого ночного разговора. И оно, понятно, царапает изнутри. Мы не знаем этого, Джуни, но имеем то, что имеем. Сакджин просыпается от жары и тяжести. Чунгук первым делом думает он. Но тут эта тяжесть из-за того, что он зашевелился, прижимает его ближе. Сакджин мысленно анализирует ее размеры и понимает, не Чунгук, и даже не Юнги. А еще Сакджин не помнит, как уходил в гостиную, где собирался переночевать. И это ведет только к одному выходу. Он не уходил. Благо, навык имеется. Сакджин выбирается из постели, одеял и рук Намджуна, как ниндзя, не потревожив и не оставив после себя улик. Он думает, что еще рано, раз по дому не разносится какой-нибудь подозрительный шорох или стук. А значит, есть шансы сбежать ненужных объяснений. Но на часах почти полдень, а Юнги с Куки и Хоши с почти синхронным шухером на голове сидят втроем на кухне и в сонной тишине ковыряют каждый свой завтрак. Хион, ты спал у Намджуна Хёна? Сходу интересуется Чунгук. Да, Зай, так получилось. И как он подает голос Юнги? Обалдел? Я да про то, как он себя чувствует. Совсем уже ку-ку. Не знаю, как чувствует, шипит раздосадованный Цакджин. Не проснулся еще. Я нормально себя чувствую. Возникает за его плечом Намджун и осторожно за талию отодвигает с дороги. Цакджин покрывается судорожными мурашками. Юнги, поджав губы, щурится, но ничего не говорит. А Чунгук в это время тихо хихикает и утирает с подбородка хоши бороду из остатков размягшего печенья. Не утро, а семейная идиллия. Цакджин смотрит в широкую спину Намджуна, обтянутый светлой футболкой, и напряженно массирует упрямую болезненную складку между бровей. Он в полной жопе, если не страдает, конечно, но, возможно, до этого недалеко, если он позволит себе надеяться на что-то большее. Днем к Намджуна без предупреждения заявляется Чимин. У него либо нет комплексов насчет того, что он может оказаться не к месту, либо он нарочно приезжает после того, как столкнулся с Юнги в хайбе, чтобы раздобыть о нем любую дополнительную информацию. И встречает в общей гостиной с сыном Намджуна на руках и футболки, залитой детской смесью. Господи, блядский боже, это контрольный, шепчет Чимин, пытаясь справиться с недостатком воздуха на этой планете. Пока его не заметили, он наблюдает, как Юнги корчит рожицы Хоше из дверей прихожей и Сакджину, которая становится свидетелем этого признания, приходится хлопнуть Чимина пониже спины, чтобы тот очнулся. Чимин слегка подпрыгивает, оборачиваясь, и спустя секунду узнавания выдыхается облегчением. Нам Джунхен бы себе такого не позволил, а я еще не привык, что он теперь здесь не один. А, то есть присутствие Юнги тебя не удивило, а мое да, улыбается Сакджин. Это просто противозаконно быть таким, хнычит Чимин. Его самого хочется на ручки и утащить к себе, чтобы беречь и никому не показывать. Но, боюсь, это возможно только после того, как ты выковыришь его из темного угла, в который он забьется и оттуда будет шипеть на все попытки к нему приблизиться. Чимин немного сникает, а затем внезапно говорит. «Дэнхён, дай мне шанс». «Я?» удивляется Сакджин. «Я обязательно позову его на свидание, но он не пойдет, по крайней мере не сейчас. Мне нужен какой-нибудь другой маленький повод побыть с ним. Можно?» «Обещаю руки не распускать, только глаза и максимум заботы». «Ничего себе интриги!» «А?» «Привет!» «Можно я пойду?» «Нам бы не помешало умыться». «А после?» Сакджин стучит пальцем по губам. «Мы могли бы переодеться и пойти погулять, раз нам Джун приболел и сегодня не дееспособен». «Мон!» начинает Юнге. «Он дохнет еще. Ты же не изверг и не хочешь, чтобы твой любимый Рэпмон откинулся раньше времени». «А я?» «Погуляешь схоже. ничего страшного, ты прекрасно знаешь, что делать. Мне даже ничего объяснить тебе лишний раз не нужно». «А что будешь делать ты?» хмуро смотрит Юнге. «Следить за тем, чтобы нам Джун отдыхал. Готовить вам обед и ужин. Приберусь, постираю. Отдохну, как говорится, на полную катушку. Куки мне совсем поможет. А если хочешь кого-то... Нет, Хён, ты не можешь отправить меня с Чимином. Я не отправляю тебя с ним. Вы идете гулять с Хоши. Что будет делать Чимин, это уже вне моей компетенции. Но он мог бы, например, отвезти вас куда-нибудь в парк на часок. Или просто пойти за компанией на случай, если вы вдруг захотите воды и не сможете втиснуться с коляской в Севен-элевен. «Это выглядит как сговор», шипит Юнге протискивается мимо, скрываясь в ванной. «Ну, не хочешь, не пойдет», кричит Сак-Джин ему в спину, но оттуда слышится только шум воды и никакого ответа. «Не получилось, да?» вздыхает Чимин. «Он не то, чтобы доволен, но это не нет. Предлагаю попробовать». Затем как Юнге с Хоши и Чимином выкатываются вместе с коляской на подъездную дорожку, Намджун наблюдает на пару пальцев сдвинув Сак на штору и хмыкает, стоит Сак Джину вернуться в гостиную. «Он мне еще говорил, что я лжец интриган?» «Я просто отправил Юнге гулять с ребенком». Чимин попал под горячую руку, потому что пришел, когда его не звали. В следующий раз он десять раз подумает и придет снова. «Ну да, ну да, сам же погулять с Хоши я, конечно, не мог. И чем же не угодил тебе? Это после моего вчерашнего раскаяния несостоятельности, признавайся». Джун, это не смешно. Намджун сводит все к шутке, но Сак Джин читает по его спине и легкую нервозность, и неуверенность, и сомнение. Сак Джину так хочется обнять этого большого человека, защищая его от него самого. И он знает, что ступает на тонкий лед, но все-таки подходит ближе и укладывает подбородок Намджуну на плечо, тем не менее, руками не прикасаясь. «Ты всем мне угодил. Температура что ли память отшибла? Я же вчера тебе подробно все объяснил. Есть кому помочь. Сделай перерыв. Дети под контролем». Намджун отпускает штору и слегка поворачивает голову к Сак Джину. Он так ошеломительно близко, что если чуть двинуться, то можно уткнуться носом ему за ухо, что обоих мурашки, а дальше как пойдет. И Намджун не помогает, тихо бархатно спрашивая. «Тебе хоть удалось нормально поспать? Мне говорили, что я храплю». «С такой школой жизни я умею спать под звуки канонада и даже стоя», отшучивается Сак Джин. У него руки чешутся обнять Намджуна за пояс, но последний насмешливо тянет, и Сак Джин отшатывается, потому что его все-таки пробивает мурашками. И черт его знает, что можно огрести дальше бонусом. «Раз ты такой здоровый и уверенный в себе, не заняться ли тебе стиркой?» предлагает Сак Джин, обернувшись к Намджуну, пока сам осторожно отступает к кухне. «Конечно, Джин», плавно кивает тот, «Как скажешь». Часть шестая Юнги возвращается с прогулки смущенным и задумчивым. Видно, что он порывается что-то сказать Чимину, но каждый раз меняет решение и вместо этого кусает губы. Чимин загадочно улыбается, придерживает Юнги дверь и совсем чуть-чуть за талию, пропуская вперед себя. «Это было охуенно», пищит он на ультразвуке, как только Юнги схожи уходит вглубь дома переодеваться. «Можно я завтра еще приду?» Юнги завтра работает, слегка остужает его Сак-Джин, а с понедельника помимо работы еще и на учебе. «Зато тебе, смотрю, время девать некуда. Разве у вас звезд? Не расписано все по минутам?» «Это пока тур не начался. Как только начнется, я вообще исчезну. Не хочу, чтобы он забыл меня за это время». «Хм, забудешь тебя, как же!» тихо хмыкает Сак-Джин. «Твое лицо на каждом втором рекламном щите. Без маски ходить не страшно?» «В этом районе много селебрити. Здесь с охраной все в порядке. Хюн, не волнуйся». «Тогда как мы с мальчишками так спокойно сюда попадаем?» «Потому а как тогда меня в первый раз сюда пустили?» Чимин пожимает плечами. «Повезло, не знаю». «Ладно, » — пармочет Сак-Джин. «Допустим». «А Юнги чего такой пришибленный? Ты вроде обещал только приглядывать, а не испытывать его нервы на прочность». «Он вообще целовался хоть раз?» «Откуда мне знать? Он не рассказывал». «Ну, Чимин, ты же обещал». «Да Хион, ну, что ты!» опоминается Чимин и буквально задыхается от собственных воспоминаний и продолжая. Я его на перекрестке за руку придержал, чтобы машина проехала, а у него от этого чуть не волосы дыбом и глаза как у котенка. «А мальчика». «А если там будет неприличная», бормочет Чимин краснее, «Тогда тем более покажи, чтобы он понимал, с чем имеет дело». Но само собой после этого случая Юнги не сдается. Чимин не сдается тоже. Ни на какое свидание с мороженым они так и не идут, но Чимин пару раз подвозит их с Чунгуком и Сак-Джином до дома. На сообщении Чимина Юнги отвечает сухо и по делу, и тем не менее у Чимина чудесным образом есть его номер. Единственная тема, на которой им пока удается найти общий язык, это музыка. Но они способны говорить часами. «О чем еще?» пожимает плечами Юнги. «Во мне нет ничего особенного, а между нами похожего». «То, что вы нравитесь друг другу не считается», возражает Сак-Джин. «Ты придумываешь, Хён, и даже если так, у Чимин Хён есть карьера, а у меня вы. Все честно». «Как это мы исключаем возможность твоей личной жизни? Мне такое не нравится». «Вот такой у меня был образец для подражания. С кем поведешься, как говорится, на того и дети похожи». «Ты хочу напомнить тоже всю жизнь один и сам». «Мы с Нам-Джуном», в сердцах возмущается Сак-Джин. «Что?» навостреют ушки Юнги. «Ничего». «С Нам-Джуном у них и правда ничего, кроме того, что они нянчат практически обоих младших детей. Сак-Джин больше времени проводит с Хоше. Нам-Джун возят в школу и на тренировки Чунгука. И оба с интересом наблюдают за хороводами вокруг да около старших, без ненужных советов и вымученных совпадений. Сак-Джин лишь один-единственный раз еще говорит Чимину. «Не злесь на него. Дело не в тебе, он просто боится». За мгновение до этого Юнги выскакивает из машины, даже не попрощавшись, и Сак-Джин не знает причин даже примерно, но доверяет чувствам Юнги, в которых их сейчас столько, что порой они затмевают разум и любые логические доводы. Возможно, я просто замахнулся на то, что мне не по зубам. Хмыкает Чимин устало. А еще я не могу быть смелым за него. Я не хочу мучить. Он такой крошечный. «Делай то, что считаешь нужным», улыбается Сак-Джин. «Это и будет правильное решение». «Спасибо, Хён. После твоих слов мне легче. Пойду спать с чистой совестью». «Мы увидим тебя в ближайшее время». «На следующей неделе стартует мой промо-тур к новому синглу. Будет много работы, и это правда не отговорка. Тогда выспись как следует. Здоровье прежде всего». «Конечный Хён. Спасибо». Перед отъездом Чимина они успевают увидеться с Юнги еще один раз, по традиции сталкиваясь у дома Намджуна. А Сак-Джин как матерь наседка наблюдает за происходящим из-за угла. Ну, так вышло. Он раньше думал, что это только в фильмах бывают скандалы, интриги, расследования и судьбоносные совпадения. Но с недавнего времени его собственная жизнь немного напоминает Санта-Барбару. Так что удивляться особо не приходится, а вот наблюдать увлекательно. «О, тылзакуки», улыбается Чимин, заступая Юнги путь на подъездной дорожке. «Ага», кивает от шмыгает носом. «Уже уезжаешь?» «Ты не легко ли одет?» спрашивает Чимин вместо ответа. «Сядем в машину. Пять минут». Скидывает ладонь с топоринами пальцами для наглядности. «Не больше, мне все равно уже пора ехать. Но я был бы рад услышать, как твои дела». «Хи он такой занятой в последнее время», отвечает Юнги, как будто не заинтересованно и сразу за этим ежится от забирающегося под толстовку холода. Чимин поджимает губы и молча открывает перед ним дверцу. «Или», кивает на подъезд за спиной, «Иди за Куки, я не собираюсь тебя морозить». Но Юнги же гордый и он уже готов пройти мимо, как Чимин зовет его снова. «О, хотя подожди». Он обходит машину, ныряет на заднее сидение и, возвращаясь, накидывает Юнги на плечи свой черный утепленный бомбер. Юнги обалдело хлопает глазами. Его верно прибивает знакомым запахом, самым заботливым жестом и последовавшим за ним теплом. Ему, возможно, хочется оправдаться за свою легкомысленность. Сак-Джин знает, что свою куртку Юнги отдал утром Чунгоку. За лето тот вытянулся, и прежняя куртка оказалась ему мала, а на новую им еще надо было заработать. Все это совершенно не забота Чимина, ну, зачем ему забивать этим голову? В общем, пока Юнги перебирает это в голове, Чимин уже садится за руль и, как в каком-то фильме, опускает стекло. «Не скучай», подмигивает место прощания, «я буду за нас обоих». «Ну, что за пикап-мастер?» «Хотя это работает, Юнги даже слова не может придумать в ответ». «Я не удивлюсь, если он спит в ней», жалуется Сак-Джин спустя неделю, когда готовит им на двоих с Нам-Джоном поздний перекус. «Может купить ему свою такую? Дорогая она?» «Ну, заминается Нам-Джин, это как посмотреть?» Нам-Джин оборачивается Сак-Джин с подозрением. «Ты сказал нам, что это старая коллекция». Нам-Джин разводит руками. «А про то, что она, скорее всего, мала Чимину, ты тоже нафантазировал?» «У Юн-Гит так глаза горели. Ты сам-то способен что-то ему не дать или запретить?» «Ну, это мои дети. Мы еще даже не женаты, а уже делим детей», закатывает глаза Нам-Джин. «Что? Ничего. Не мешает Чимину баловать своего краша. Делает как умеет». «Да как-то его балуют, не появляясь совсем. Я же говорю, Юн-Гит скоро спать будет в его куртке от голодной тоски». У Чимина промотор и чудовищный график, но он уже скоро вернется в Сеул. «Кто вернется?» Заглядывает на кухню Юн-Гит и первым делом уводит с тарелки Сак-Джина один из приготовленных бутербродов. «Чимин», говорит Сак-Джин. «Надо будет ему ртом». «Он уже другой купил побольше размером», вставляет нам Джун, и Сак-Джин за спиной Юн-Гит переводит на него выразительный взгляд вкупы с поднятыми бровями. «А с этой что тогда?» хмурится Юн-Гит. «Да носи уже! Чего лежать-то будет?» Через несколько дней Сак-Джин возвращается с прогулки с Хоше по району и попадает ровно на тот момент, когда Чимин делает осторожный шаг от своей машины к мнущемуся перед ним Юн-Ги и, обхватывая его лицо ладонями, медленно целует. Юн-Ги поначалу стоит ни жив, ни мертв. Сак-Джин даже пугается, что он вырвется и убежит. Но нет. Юн-Ги отмирает и напротив прижимается к Чимину всем собой, еще и руки на шею закидывает, вцепляясь на взгляд со стороны уверенно и насмерть. Ох, вырывается у Сак-Джина и ему даже приходится притормозить, чтобы, во-первых, не смущать молодежь, и, во-вторых, потому что в сердце сладко-предательски ноет. Как же охренеть, все выросли. К счастью, от попытки в инфаркт его отвлекает звонок телефона. А что у нас сегодня на ужин? спрашивает нам Джун. Звучит так, как будто они и вправду женаты. Ужасно приятная фантазия. Сладкий сироп от Чемина с Юнги, улыбается Сак-Джин, а сам одной рукой кружит коляску вокруг своей оси. Хоша в ней счастливо щурится и барахтает ногами. В каком смысле? Только что увидел, как эти двое целуются. Понимаю, миссию бомбер можно считать успешной и благополучно совершенной. Тогда может прихватим младших, поедем куда-нибудь в ресторан выпить за их долгожданное воссоединение, а старших оставим за бортом и пусть сами плывут к большой воде своего счастья. Нам Джон в трубке смеется. Им явно сегодня будет не до нас. Шутка ли? Юнги придется осознать, что он теперь на полном серьезе бойфренд Айдола. Это восемнадцать лет неплохое достижение. Тут определенно потребуется грандиозное количество успокаивающих ритуалов и объятий. Но Чимин справится. Я уверен, что он все это время запасал свою нежность впрок. Скорее я переживаю за Юнги. У него с нежностью довольно сложные отношения. Просто ты не видел, с каким лицом он наблюдал за распевкой Чимина. Это было чистое поклонение. Да когда не успели-то? Это получилось случайно или нет? Я склонен доверять обстоятельствам, исключительно для себя называя их судьбой. Попал же я на тебя, когда мне нужна была помощь свыше. Ох, куда нас занесло. Прекращай, Джун, а то добром это не кончится. Говорит, что ты как спас Чунгука с Юнги? Именно. Тогда пойдем на свидание. Что? На самом деле важных тем накопилось достаточно. Я только начал. Уверен, что это нормально говорить о таком по телефону? Ты прав. Я скоро буду, никуда не уходи. Пока Сак-Джин ждет возвращения Нам-Джуна, он сидит во дворе прямо на пороге у входа, потому что ему не хватает воздуха. А Хоше спит рядом в коляске. Приходит и садится по соседству Чунгу. Он поначалу долго молчит, занятый кубиком Рубика в руках, а когда все же отвлекается, оглядывает Сак-Джина и спрашивает. Хион, ты что ты, Куки, почему ты так решил? У тебя грустные брови, и они уставшие просто. А отчего они устали? От прошлого задумчиво тянет Сак-Джин. Зачем думать о прошлом, если сейчас уже совсем другое, настоящее? Это очень глубокая мысль, Зай. Ты считаешь, что прошлое не стоит внимания? Чунгук наклоняет голову, изучая игрушку в руках. Сак-Джин укажется, что он уже ушел в просчитывании следующего хода, как Чунгук, не отрываясь от своего занятия, продолжает. Тоже не можешь в нем ничего изменить, а сейчас оно просто часть нас, как эти красные квадратики на синем фоне. А если вся грань будет красной, с любопытством спрашивает Сак-Джин. Разговаривать с Чунгуком всегда удивительно интересно, однако он не часто на такое расщедривается, предпочитая взамен слушать или делать. Он и сейчас закатывает глаза. Это просто играхи, он мотает он кубиком в руке. Я лишь привел пример и не собирался говорить с тобой на философские темы. Лучше помоги собрать, я чего-то заплутал. Да тебе лучше у Нам-Джу наспросить, улыбается Сак-Джин, обнимая своего зайчишку за плечи. Эти плечи еще немного и будут шире, чем у Юнги. От этого факта тоже немножечко горько, но что как не это является прямым подтверждением слов Чунгука. Все меняется. Прошлое не вернуть и если не хватать мгновений сейчас, то кто знает, что будет потом и будет ли. А нам Джун Хён скоро бурчит Чунгук. Ага. Класс, Хён. М? Тебе он нравится и ты туда же. Но мне нравится. Юнги Хён очевидно тоже. А насчет меня ты значит не уверен. То, что ты не отвечаешь на вопрос прямо, только подтверждает мои догадки. Ты в кого такой умный, а? В тебя и в Юнги Хёна. Больше я никого не помню, ты же знаешь. Прости. Нет, все нормально. Мне хорошо с вами, я вас очень люблю, но... Но? Напрягаясь переспрашивает Сак Джин. Хочу еще быть умным нам Джун Хёна, хихикает Чунгук. Что? А этот подлец уже подпрыгивает со ступенек и с тихим криком Хён, чтобы не разбудить малыша в коляске, летит со своим кубиком, врезаясь в нам Джуна, который только вышел из машины. Нам Джун движением брови поверх головы Чунгука уточняет Сак Джина что с лицом. Сак Джин машет рукой и прикладывает ее к горящей щеке. Приехали, блин. Часть седьмая Несмотря на то, что ничего экстраординарного не происходит, они вчетвером едут в ресторан и не говорят ни о чем смущающим, потому что Чунгук сидит рядом и у него на лбу написано, что он ждет кино с попкорном. Вечер проходит для Сак Джина немного нервно, потому что это вроде как их первое с Нам Джуном свидание, хотя они так уже делали. Из каких тогда пор Нам Джун воспринимает их иначе? Или Сак Джин сейчас усложняет и иначе все только с настоящего момента? По видимому у него тоже что-то написано на лбу. А ведь Сак Джина регулярно проверяет по утрам в зеркале, там только ранние морщинки и никакого компромата. И все же Нам Джун что-то читает для себя, одному ему известное, и как бы невзначайно накрывает ладонь Сак Джина на столе своей. Сак Джин косплеет Юнги, вот то с шерстью дыбом и глазами как у котенка. Нам Джун осторожно поглаживает его замерзшие пальцы, пока Чонгук прячет бесстыжую улыбку в стакане с соком. Вот влюбишься и тебе припомню, шипит Сак Джин, не сразу понимая, сдает себя этим с потрохами. Кто тебе сказал, что я не уже фыркает Чонгук и не сказал мне. Там все сложно пока. Юнги Хён говорит не пороть горячку. Ах, Юнги Хён значит. И нам Джун Хён с ним согласился. Чимин Хён нет, но промолчал, а Хоши воздержался. То есть я один был не в курсе, да? Из чего позволь спросить такая немилость? Тебе своих проблем не хватает, Хён. Вы не мои проблемы, вы моя семья. Чонгук скрипит зубами, чтобы не ляпнуть что-нибудь ироничное и неуместное сейчас, в духе «Ну, мам!» Но ситуацию спасает нам Джун. Или просто переводит ее в плоскость других волнений. Он берет ладонь Сак Джина со стола и коротко вскользь прижимает губам. Джина «Ситуация под контролем, все хорошо. Выдыхай». У Сак Джина же напротив вдох застревает в глотке и вдобавок к этому внезапно начинает сжечь глаза. «Мне надо в туалет». Скакивает он с места и только каким-то чудом действительно оказывается в туалете, потому что шел вслепую, куда ноги несли без разбору. Нам Джун приходит следом. Без слов разворачивает Сак Джина от зеркала к себе и обнимая гладит по волосам. «Я?» «Мне страшно, Джун», бормочет Сак Джин. «Я догадываюсь», отвечает Нам Джун, «как и всем нам. Но мы вместе, ты не один. Останетесь со мной, и я сделаю все, чтобы вы ни в чем не нуждались». «Мы уже ни в чем не нуждаемся. Ты опоздал с такими обещаниями». «Нет предела совершенству». «Своих проблем не хватает, да?» невесело хмыкает Сак Джин. «Джина, ты решил все мои проблемы. Позволь мне теперь решать твои. Это будет по-честному». «И очень по-деловому», продюсер Ким. «Сразу чувствуется опыт и хватка». Напряжение немного отпускает Сак Джина, и он даже сам фыркает на свою полушутку. Пока Нам Джун не приподнимает его голову за подбородок и не целует почти невинно в уголок губ. «Я свое так просто не отдам. Хочу, чтобы ты знал». «Продано!» шепчет Сак Джин. Его ужасно тянет поцеловать Нам Джуна нормально, по-взрослому, как давно хотелось. Но он подозревает, что они двое родителей в ресторане с детьми. Не самая подходящая обстановка, чтобы вести себя необдуманно. Как бы и где бы не припекало. Зато можно еще надеяться уткнуться Нам Джуна в шею и вдохнуть там». «И как она выглядит?» шепчет Сак Джин. «Кто?» Кукина влюбленность? «Ну...» задумывается Нам Джун и как чувствует обнимает Сак Джина крепче. Кудрявая такая, повыше немного, с квадратной улыбкой. По просьбе Сак Джина после ужина Нам Джун отвозит их с Чунгуком не к себе, а домой. «Это не отказ, ладно?» говорит Сак Джин, когда они прощаются у машины. «Вокруг улица, пусть и не слишком освещенная, чужие окна и собственные тоже, в одном из которых не исключено торчит улетевший вперед Чунгук. Так что Сак Джину с Нам Джуном остается лишь смотреть друг на друга и незаметно под прикрытием складок одежды цепляться пальцами. «Просто дай мне немного прийти в себя». «Я...» Сак Джин отводит глаза. «Не представляю теперь, как находиться с тобой в одном доме». И... Нам Джун обхватывает его руку плотнее и делает шаг ближе, практически прижимая к машине. «Джун увидит же...» «Кто?» спрашивает нам Джун и отходить не спешит. «Куки или соседи...» «Куки так увидит...» «Какая разница, раньше или позже...» «А соседи... Ты их сам скоро перестанешь видеть, если переберетесь ко мне». «Ау...» заикается Сак Джин. Ему ужасно жарко в такой близости от нам Джуна. И он еще не готов говорить про переезд, который ему так легко предложили. Так что изо всех сил цепляется за правила приличия, потому что это единственное, что ему остается. «А если увидит тебя...» «Джинни», вздыхает нам Джун и мягко ведет пальцами по щеке. «Без макияжа, микрофона в руке и подписи внизу экрана, а я такой же обычный человек, как и все вокруг. Никто меня не узнает». «Ты так говоришь, как будто собираешься поцеловать меня прямо здесь», хрипит Сак Джин. «Именно», кивает нам Джун и сокращает между ними последние расстояния. Сак Джин покоряет его уверенность и собственная кристальная логика, а еще то, что в кои-то веки вопросы решает не он сам, а за него. «А я все видел», насмешливо тянет из комнаты Чунгук, когда Сак Джин полностью дезориентированный, с розовой ватой в голове и во всем теле, возвращается домой. Сак Джин закрывает за собой дверь и сползает по ней на корточке, утыкаясь лбом в колени. «Хен, ты чего, Хен?» мгновенно налетает Чунгук сверху. «Он тебя обидел? Обидел, да? Да как он посмел? Я его...» Сак Джин ловит его за пояс и тычется лицом в напряженно поджатый живот. «Все хорошо, зай, честно», произносит он оттуда. «Даже удивительно, что может быть так хорошо». Проходит несколько дней, в течение которых Юнгин ни у Нам Джуна, ни у них дома не появляется. «Совсем охренел», возмущается Сак Джин, когда они созваниваются на выходных. «Нашел счастье в кусты? Скинул, значит, ответственность». «Не скинул, а делегировал», фыркает Юнгин. «Ну а что? Вы скуки и хошу под присмотром, а твой многозначительный взгляд я даже через трубку слышу и пока не готов наблюдать вживую». «Малыш, никто не собирается тебя здесь пытать, не делай из нас, черте что». «Да знаю я», ворчит Юнгин. «Само собой, я скоро вернусь, просто времени сейчас не очень много. Обычно Чимин забирает меня с учебы, и у нас есть пара часов днем до моей работы, а после работы уже поздно ехать куда-то и утром снова на учебу, поэтому...» «Конечно же, интереснее остаться у Чимина», заканчивает Сак-Джин. «Ну да», соглашается Юнги, а потом слышится его возмущенная. «Хён!» «Да ладно тебе, что я не понимаю, что ли? Но обидно все равно. Вы хоть предохраняетесь?» «Я, блин, пока не готов с тобой это обсуждать». «Хочешь, чтобы я у Чимина спросил?» «Нет, не смей. Ну что ты начинаешь, а? Я же не маленький. Как сватать меня ему, так все норм. А теперь вдруг с чего-то забеспокоился. Что изменилось-то?» «Что я не вижу тебя лично и не могу никак иначе удостовериться, что с тобой все в порядке». «Ну заведи Инстаграм, я туда стульки время от времени кидаю». «Стульки!» Звучит заранее сомнительно, как и то, откуда у тебя время, чтобы с таким плотным графиком куда-то что-то кидать. Короче, загрыз прямо. «На!» — рычет Юнги только для личного пользования. Тимин утром снимал. И на телефон Сак-Джину приходит фото завтрака этих двух взъерошенных воробушков. Сонно Юнги сидит с недовольной рожей и в футболке явно с чужого плеча. А чимин который обнимает его за шею светится как целая маленькая электростанция и выглядит ужасно счастливым. «Узнаю своего недовольного ребенка», комментирует Сак-Джин «И правда все в порядке. Присылай мне такую раз в пару дней и я готов не видеть тебя еще неделю. Так и быть». «Ага, да, очень смешно. А где твоя такая же с нам Джунхеном? Или мы сейчас делаем вид, что игнорируем очевидное? Делаем вид. То есть мне у Нам Джунхен спросить? Юнги. Окей, тогда у меня все. Пока. Нам Джун не давит на Сак-Джина, а иногда кажется, что стоило бы, потому что без давления со стороны Сак-Джин думает, что не способен сдвинуться с места. Например, он под настроение делает себе с вечера какой-нибудь освежающую масочку и долго тщательно выбирает белье на завтра, а утром надевает поверх всего этого один из черных балахонов Юнги и считает себя безнадежным. Нам Джун как назло смотрит с пониманием и прежде чем увести Чунгука в школу, лишь коротко целует висок. Если бы не ребенок в доме, то Сак-Джин бы покричал для снятия напряжения. Однако днем Нам Джун почему-то возвращается. Сак-Джин только уложил Хоши на послеобеденный сон и в полной тишине слегка вздрагивает отписка дверного замка. «Где Куки?» спрашивает он, выходя в коридор и заставая там разувающегося Нам Джуна. «В школе». «А ты почему не на работе?» «Потому что взял выходной». Нам Джун наконец справляется с ботинками и, разгибаясь в полный рост, смотрит прямо и понятно. Хоши спит. Сак-Джин непроизвольно сглатывает. «Да». «Супер!» говорит Нам Джун и берет его за руку. «Иди сюда». Юнги объявляется в конце следующей недели. Звонит и говорит. «Мы с Тимином заедем сегодня. Прости, что так долго». «Хорошо, я скажу Нам Джуну», отвечает Сак-Джин. «Это не обязательно. Я видела его сегодня на студии». «Понятно. Тогда до встречи». Сак-Джин вешает трубку, кидает взгляд на переноску с Хоши и на душе грустно. То идиотское неоправданное чувство, как будто тебя выбросили за борт». Сак-Джин вспоминает настойчивые попытки матери поддерживать с ним отношения, когда он уехал в Сеул поступать в университет и тяжело вздыхает. «Прости, мама, теперь я понял». И неизвестно, куда бы его увели эти безрадостные мысли, если бы вовремя не вернулся Нам Джун. Первым делом он заглядывает в переноску, а вторым широкими ладонями подхватывает Сак-Джина под челюстью, чтобы уткнуться в его губы. «Что с глазами? С кем-то говорил?» «Скажи, Джун, я плохая мать?» «В смысле? Ты о чем, Джинни? Откуда такие мысли?» «Почему вы с Юнги видитесь на студии, а он мне звонит раз в неделю? И я больше ему не нужен?» «Ух ты, божечки-кошечки!» Нам Джун обнимает Сак-Джина и немного покачивает его в своих руках. Чаймин немного забирал его с собой в японскую часть тура, меньше недели, уговорил отпроситься с работы и заранее сдать задания по учебе. «Ты не не нужен, что-то испытываешь, и, возможно, я так же буду страдать, когда Хоши или Чунгук вырастут и захотят нас покинуть. Но сейчас с моей стороны это выглядит как то, что Юнги большой умный мальчик, и он ищет дорогу к своим мечтам и целям, ни на секунду не забывая о том, кому обязан счастливым детством. За эти две недели он не стал любить тебя меньше, я уверен. Оттого, что он стал большим, он не перестал быть для меня маленьким, хнычит Сак-Джин Нам-Джуну в плечо. Кто разрешил ему быть таким самостоятельным? С кем поведешься? Тихо смеется Нам-Джун, целуя-ка, куда подвернется. На того и дети похожи, слышал? Но все родительские горести растворяются дымом в ту же секунду, как Юнги едва ли не на пороге бросается к Сак-Джину обниматься и чуть ли не всем собой трется об него, будто пытается собрать на себя запах Сак-Джина или напротив, пометить его своим. Я страх, как соскучил Сихен, мурлычет он, косясь на дверь. Чимин во дворе забирает из багажника какие-то пакеты и не видит этих семейных нежностей. Возможно, Юнги еще пытается держать перед ним в каких-то вопросах покер-фейс. Сак-Джину плевать. Он взрывается лицом в родную темную макушку и с облегчением выдыхает. Джон Хён сказал, что я тебя расстроил. Прости, Хён, я все тебе расскажу, обещаю. Ну что, предатель этот ваш Хён, не мужчина, а перебежчик, а кусок. Зато у него всегда можно узнать, как у тебя дела. Для этого достаточно просто позвонить мне. Ты не всегда говоришь, как есть, но я услышал твое пожелание, в следующий раз так и будет. Ты мне одно скажи, малыш, счастлив. Юнги набирает в грудь побольше воздуха и скули. Очень, а ты, Хён. И я, соглашается Сак-Джин, очень. Ой, а мы вам подарков привезли, вываливается в прихожую Чимин. Сак-Джин видел за спиной Юнги, как кто-то ждет на крыльце, пока они договорят. Подслушивал, небось, подлец, но до Сак-Джину не жалко, они теперь семья, как-никак. О, Чимин и не привет, выходит к ним нам Джон и, поворачиваясь к Сак-Джину сообщает. Там Чонгук звонил, сказал, что приедет с другом. Никто же не против? Ну, если этот друг сам не против сердечного приступа от состава участников, то кто я такой, чтобы ему что-то запрещать, ворчит Сак-Джин. Только черт старшие дети сидят с младшими и заодно присматривают за их друзьями. Они наверняка страшно соскучились друг по другу, так что пусть наверстывают. А мы с Нам-Джуном пойдем готовить, да? Нальем себе по бокальчику вина для настроения. Мы вообще-то тоже соскучились, Хён, улыбается Чимин. Ну, значит, налюбуйтесь за ужином. Милостливо позволяет Сак-Джин. Скоро там. На этом самом месте открывается дверь, и Чонгук вперед себя подпихивает в прихожую незнакомого парня. Всем знакомьтесь, это мой брой школы, Тэхён. Сак-Джин расцветает дежурной улыбкой, а после тихо цедит в сторону Нам-Джуну. Кудрявая и с квадратной улыбкой, говоришь. Ты все правильно услышал, хмыкает Нам-Джун, и тайком от посторонних глаз ныряет горячей рукой Сак-Джину под футболку, а потом с удовлетворением наблюдает, как у того на предплечьях волоски встают по стойке смирно. И кроме того, что это парень, Нам-Джун делает невинное лицо. Если я правильно понимаю, то ты сформулировала это как влюбленность. Вздумал дружить против меня с моими же детьми? Совсем стыд потерял? Но я женюсь на тебе, тихо рыкает Нам-Джун, прихватывая Сак-Джина за бок, чтобы дети были общими и ты перестал меня тыкать в то, что они только твои. Готов стать многодетным папашей. Не торопишь ли это событие, продюсер Ким? Не боишься, что поживешь в этом зоопарке еще с полгодика и захочешь уединения и к горам? Ну значит вместе поедем, усмехается Нам-Джун и целует его висок. Так ты согласен? Нам-Джун ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Imagine all of the people sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you join us and the world and the world will leave as one and the world Продолжение следует...